приветствую всех это вторая часть по ремонту honda magna 250 начала я заднего колеса здесь у нас нам нужно будет поменять цепь посмотреть тормоза тут видно сразу нужно будет их почистить обслужить чтобы нормально все работало смазать далее я первой серии говорил задние демпферные резинки у него под замену их никто не разбирал не трогал но уже ощущал что что-то здесь не то при трогании как-то себя мотоцикл ведет ненормально резинки у нас пути здесь что-то пробовали так понял скотчем ушел их засунуть чтобы они держались тут вообще одна вывалилась сами все резинки дубовые я думаю это ненормально пока оставляю все как есть ждем резинки и поставим сюда уже новые по подшипникам подшипники еще походит но все равно сейчас я крышку вот эту сниму посмотрю пыльник что там вообще со смазкой конечно желательно звезды сразу менять вместе цепью но здесь звезды еще ничего нормально все это почистить и будет еще ходить подшипник тоже живой что касается колеса здесь отвезем шиномонтажку посмотрит может где-то прокол либо поменять ниппель на более свежий что колесо спускает время от времени тоже начнем буду сейчас снимать крышку боковое у нас находится звезда и цепь приводная цепь под замену я посмотрю в каком состоянии вообще звезда что вообще внутри творится здесь типичный случай как обычно куча грязи так крышку и ложу в эту сторону вниз да не поцарапать ее нужно нужно относиться бережно здесь у нас чё звезда еще ничего так походит вот цепь я буду искать замок вот он значит замок сейчас я попробую снять легко вылез обычно не вообще очень тугие эти фиксаторы так пол дела есть вообще хотел не церемониться болгаркой спилить цепь она все равно уже отработала свое так одно звено есть цепь вообще гремит прям конкретно вот она не должна быть такой это капец просто я вообще не смазывали но на удивление на не закусывает не зависает но погремушка и так по цепи я что-то казал мне казалось что цепь новая короткая но все сходится все совпадает по длине хотя визуально здесь не посмотришь что старая цепь вытянутая поэтому сейчас уже будем смотреть при установке как это все будет выглядеть перейдем как ставить цепь я здесь все очищу от мою маятник также от мою также сниму кожух цепи вот эту пластмасску короче тут все болты открутил остался один ни в какую он не откручивается решил его высвелить вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, вот и результат. Отмыл я здесь вот это все хозяйство, то есть где у нас звездочка крутится, все что рядом, все что она закидала здесь. Хотелось бы, конечно, еще лучше, но нет у меня такой химии, которая это все отмоет. Отмывал я это бензином, затем уже так чисто сам двигатель немного, автомобильным шампунем с водой, тщательно это все щеткой. Ну, почище стало намного. Теперь переходим на маятник. По тормозным задним колодкам. Здесь у нас стоит барабан, особенно вот здесь ничего нету. Здесь всего лишь почистию внутреннюю часть от пыли, грязи, остатков выработки колодок. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, отмыл я заднюю часть мотоцикла, колодочную пару тоже помыл, сам корпус, где колодки устанавливаются, продул, все это насухо вычистил. Вот здесь тоже внутренняя часть маятника тоже все отмыл от грязи. Крыло, конечно, пока не стал мыть. Тут тоже эту часть отмыл. Маятник здесь тоже отмыл полностью. Резинку вот эту всю от и до отмыл как следует. Там грязи было, камней, куча всего. Здесь тоже чистенько, более-менее. Вот теперь уже можно задумываться о установке цепи. Отмыл я, значит, заднюю звезду и крепеж, куда устанавливается задняя звездочка. Также промыл все подшипники, смазал. Далее, здесь пока колеса нету, отдали на шиномонтаж, посмотреть, выяснить причину, где спускает. Поэтому пока я просто ось воткнул и установил заднюю звезду. Спереди у нас все тоже готово. Сейчас попробую просто цепь натянуть, посмотреть, может быть, ее укоротить надо. И что у нас получается? Как раз ничего не надо здесь укорачивать. Я уже хотел готовить этот инструмент, который у нас, цепь, клепальщик цепи. Здесь только замок поставить надо будет. И в остальном здесь все нормально. Цепочку ставлю самую простую, без каких-либо понтов. Вполне нормально. Далее, в этой коробке идет у нас комплект, ну, как цепь, и к нему идет в пакете вот такой пакет. Здесь у нас сам замок, но, как я понял, он здесь тоже здесь разборный. Я почему-то больше подержусь к тем замкам, где они полностью запрессовываются клепателем цепи. Я думаю, вы меня поняли, что у нас здесь имеется. Имеется вот такой пакетик с маской. Сюда положу. Вот. И тут что-то типа инструкции, чтобы понять, как собрать, как установить. Так. Все, конечно, на английском, но тут все понятно. Разобраться можно. Так. Значит, что у нас тут есть? Имеется вот таких вот два звена. Ага, я понял, как здесь, получается, можно сделать звено, то есть запрессовать его. Ну, я имею в виду вот это звено, то есть оно вот так одевается на цепь. И здесь уже клепателем цепи можно заклепать. Либо прилагается еще один вариант. Это с замком. Ну, поставим замком, пусть будет так. Мало ли что, может быть, что-то поменяется. Решим поменять звезды, чтобы опять это все не расклепывать. Поэтому здесь получается такой пакет. С одной стороны смазка, с другой стороны резинки. Так, где у меня тут ножик? У меня, конечно, сейчас не самые чистые. Поэтому я аккуратно его вскрою. Резинки у нас, по сути, одинаковые. Они не отличаются друг другом. Значит, берем вот это звено. Я думаю, вам видно. Так вот. Вот эта резиночка сюда одевается у нас. Это тоже. Затем. Ставим мы вот это звено. Одеваем сюда. Раз. Теперь, с этой стороны. Два. По сути, вот так все должно. Далее. У нас остаются еще две резинки. Они смазку здесь добавили, но я считаю, она здесь не нужна, потому что здесь сами звенья достаточно. Намазаны прям, не жалея. То есть, одну резинку одел, теперь вторую. И у нас остается вот такой фиксатор. замок, будем называть его. Одевается он, по идее, вот так. То есть, у вас колесо крутится в левую сторону. То есть, и цепь идет вот так. И замок должен открытой стороной смотреть налево. То есть, он вот так крутится и пошел. То есть, ставятся вот эти резинки. Затем ставится у нас вот такое звено. Или часть звена, как угодно. Разницы нет, как его устанавливать. Все. Вот так все должно выглядеть. И теперь уже у нас стопорная одевается. Все. Я установил замок. Теперь можно будет попробовать сейчас немножко натянуть цепь, посмотреть по натягу у нас, как это все выглядит. Вот у нас сейчас в вполне натянутом состоянии цепь. Пока колеса нету, оставляю все как есть. Здесь у нас по натяжению, сейчас покажу, болт. Он у нас как бы не в середине, но и в самом краю этой стороны. Также не забываем, как вообще регулируется цепь приводная. Если тут у нас главной подножки нету, здесь боковая. Не забываем, когда на мотоцикл садишься, либо еще у тебя пассажир есть, то маятник сжимается. То есть, и цепь натягивается. Про это не стоит забывать. Многие натягивают его до лусера. А потом думают, а что же мотоцикл-то не едет? И цепь быстро изнашивается. Вот, значит, есть чуть-чуть провис. Но это пока еще я так временно сделал. Как колесо поставим, уже можно будет посмотреть, что из этого получится. Что касается замка, можно было его и заклепать. Но я считаю, здесь у нас мотоцикл не спортивный. Нагрузки колоссальные не будет испытывать. Так что это годный вариант. По крышке, которая закрывает у нас звездочку и цепь. Сейчас я ее немножко протер и так посмотрел. Попробую я ее сейчас отполировать. Тут, конечно, есть болячки уже от времени. Хром сыпется, но все равно надо немножко освежить. Не стал снимать, как полировал я крышку. В общем, в итоге не совсем то, что хотелось бы. Здесь уже хром облазить начал. А тут вообще непонятно. Какие-то пятна, которые нереально тяжело оттираются. И не поддаются совершенно полировке. Но, тем не менее, чуть-чуть получше стало. И уже как-то от ламп, которые на потолке висят, намного лучше уже играет. Ладно, ставим. Итак, чтобы снять выхлопную трубу, нам нужно будет открутить два болта. Вернее, тут шпильки и гайки. То есть, это у нас передний цилиндр ближе к вилке. На заднем тоже самое, но немножко посложнее. Тут труднодоступное место. И вон там они находятся. Две гайки. После этого откручиваем вот этот крепеж. И, в принципе, у нас на этом все. Сейчас я это все откручу. И будем искать, где у нас сифонит так конкретно прям. Итак, снял я выхлопную трубу. Значит, снять ее очень тяжело. Везде труднодоступные места. Особенно вот этот крепеж к цилиндрам. Помимо этого, здесь стоит уже самодельная защита двигателя. Она тоже немножко мешала. Пришлось ее снять частично. Что касается выхлопной, я здесь немножко попытался выпрямить. В общем, здесь занятие было и вот такая дырень. И отсюда сифонило. Значит, банки я вот эти все сниму. Поеду сварщику. Попробую пусть аккуратно заварит. Может быть, аккуратно вырежем вот этот участок. И здесь латку такую сделаем аккуратно. Я бы сам заварил, но пока нету таких условий, да и навыков. Ну что же, прошло два дня. Что изменилось за это время. Итак, съездил, заварил я сварщику. Ну, вполне аккуратно. Теперь все вот это место, где заржавевшее, я сейчас зачищу. Сниму банки и покрашу термостойкой краской. Немного как бы облагородить это дело, чтобы это все выглядело немножечко поцивильнее. Хотя это и не видно будет, но тем не менее. Так должно быть. По выхлопной трубе не стал я это все снимать. Как я это все красил и ставил на место. Очень тяжело она ставится. Очень мало места для головки на сколько у нас тут получается? На 10, по-моему. Чтобы вон те два болта, которые к цилиндру крепят трубу, очень тяжело залезть. Здесь я трубу покрасил термостойкой. Здесь уже немного запачкал ее. В остальном здесь более-менее все так цивильненько. Ну что же, продолжаем. Ремонт и восстановление Хонды Магна 250. Значит, корбы перебраны. Вилка сделана. Цепь поменена. Ждем колесо. Снял защиту. Здесь очень много грязи накидало. Будто по полям ездили. Сейчас вот это все придется отмыть. Немного... Вот эту пленогу живей на тему. Пятьс全 speculation. Этим. Завтра начинается... Завтра на 10 годе. Волосы. 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 Пятьс. Волосы. Продолжение следует... 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 масляного поддона значит вот это вот болт он китайский его обычно с алиэкспресса заказывают сделан он из пластилина они из металла металл очень мягкий и он портит резьбу внутри поддона это не есть хорошо здесь какие-то усики стоят наверное внутри магнит который собирает все вот эту стружку металлическую мелкую это конечно все здорово но я бы не рекомендовал такие ставить от них одни проблемы значит хозяин сказал что у него там подтекало масло и ему кто-то там на герметик вот этот эту резьбу сажал ну это тоже не нормально поэтому поеду я токарю вытащит он новый сливную болт пробку и уже нормально будем по-человечески это все ставить и так съездил токарю вытащил он с нуля новый болт сливной поставил как положено медную шайбу на том болте стояла шайба какая-то не знает то ли из алюминия в общем она как эта вся кривая в общем здесь все как положено и вот теперь уже другое дело можно будет поставить так что все так далее так что все так уже estado друзья вот так все так и в общем вот так вот так вот так так вот теперь выглядит это более цивильно не будет теперь подтекать масло будем заливать ликви молли 15 в 50 так здесь у нас получается как я привык видеть щуп на крышке есть такого нету вот они диски сцепления вот она вся корзина масло у нас слита полностью так что у нас тут окошко есть вот сейчас по окошку будем смотреть наливать потихоньку залил масло не знаю будет видно вот у нас получается тут есть мерки снизу и верху но это предварительно еще залив масла сейчас заведу поработает заглушу посмотрю сколько надо долить чтобы было уже ровно итак по электро части у нас остается фара и двигатель стоп значит я снял здесь частично разобрал двигатель стоп и получается у нас тут сверху два провода идет и вот она кнопка как она глушение двигателя так вот здесь ее изолентой замотали то есть соединили получается навсегда теперь собранная схема нужно будет сейчас снять троса и вытащить эту крышку и уже можно будет припаять эти провода по фаре здесь попробую сейчас поставить другую лампу а вот эту светодиодную убрать и посмотреть как будет это все работать ну во всяком случае она будет получше чем вот это так далее чем в общем смазал троса провод я удлинил в принципе он здесь запасом но он мешаться не должен и теперь это все можно будет сейчас собрать в единое по гашетке сейчас тут вот эту часть я смажу маслом поставлю посмотрю что это как будет работать чтобы не закусывала ничем смазывать буду просто маслом обычным вот далее теперь нужно будет смазать вот эти места где у нас бабушки находится крепеж тросиков и также вот это место где будет прилегать крышки пультов потому что у меня здесь изначально немножко грубо работало все это теперь ставим это все обратно ставим это все обратно значит есть здесь на рулем внизу отверстие и вот здесь бабушка такая это самое важное попасть в нее иначе вы не соберете это все единое как бы вы не пытались это все собрать вот другое дело теперь тумблер работает гашетка работает отлично возвращается и так чтобы заменить антифриз нужно будет открутить вот этот болт на 10 здесь у нас находится помпа ставим сюда тару затем стороне мотоцикла у нас находится радиатор и пробка куда будем заливать антифриз также у нас находится здесь расширительный бачок он у нас сзади приблизительно под сиденьем сюда нужно будет получается сейчас посмотреть вообще что там внутри есть или нету то есть остатки антифриза сливаем и заливаем тоже по меркам здесь есть шкала но сперва заливается из вот сюда поехали берем ключ на 10 откручиваем ну вот и пошла жара вот и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По колесу сделали колесо, оказалось, дело не в ниппеле, а в прокол, причем прокол был конкретный, его изнутри клеили. Ну, резина, конечно, старовата, но походит. По демпферным резинкам. Весь ремонт длится, наверное, около недель-трех, наверное, а то и больше. Поэтому уже как бы и кататься охота хозяина, поэтому решили вставить демпферные резинки, пока какие есть старые. Как только придут новые, обязательно поставим. Далее масло поменено, все по уровню, антифриз тоже. У нас остается только сейчас снять бачок, вот этот. Его нужно будет промыть, потому что там внутри очень много грязи. Вот, колесо поставить, двигатель стоп работает, то есть зажигание я включаю. У нас тут все загорается, нейтралка, лампа, масло. Вот, то есть я вот нажимаю, не работает. Раз. Все, масло потухло, лампа. Здесь тоже все работает. Все, заглох, отлично. Замок зажигания тоже. Я его разбирал. Ну, как разбирал здесь? Он практически неразборный, но я посмотрел, контакты почистил, подправил. Вроде ничего, сейчас от него не стоит ждать каких-то проблем, все нормально. Карбам тоже, все нормально, успешно. Он теперь заводится, работает четко. То есть зажигание включаю, лампа горит, все горит. Запускаться он теперь начал как часики. Все два цилиндра работают. Я их асинхронил еще раз. На газ реагирует вообще идеально. Надо будет поставить ручку тормозную. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Останется его сейчас отмыть. Все-таки я хотел его отполировать, но времени в обрез, поэтому наведу так поверхностный марасет. Отмою его, насколько возможно, я руками его отполирую, полиролью. По карбюраторам, что хочу сказать. Изначально в первой серии я его полностью перебрал, почистил, но, как оказалось, недостаточно. Вот в этом карбюраторе, с этой стороны, есть мелкие отверстия, которые бензин дозирует на холостом ходу. Они очень маленькие. Туда только иголка может пролезть, и то не каждая. Значит, что я сделал? Брал щетку железную, есть в ней нити. И очень аккуратно, чтобы ее там не развальцевать, потихонечку чистил это отверстие. Опять продувал, промывал несколько раз. Только потом уже у меня заработал передний цилиндр. Как я узнал, что не работает передний? То есть, когда я снял трубу, решил завести без выхлопной трубы. И как оказалось, что задний выхлоп прям горячий, руку обжигает, а передний просто как компрессор работает. То есть, только воздух гонит, и все. Газу даешь, и начинает работать первый цилиндр. Поэтому я здесь очень долго мучился, карбы снимал, и пытался их задом наперед поставить, выяснить, в чем же дело. И пришло к тому, что дело в карбюраторе. Именно вот в этом. И вот после всех этих манипуляций он теперь начал на холостых заводиться. Работает он теперь намного лучше. Я уже повторяюсь. Раньше ведь какая была болячка, то есть, на холодный он очень долго запускался. То глох, то его нужно было разгазовать, стартером погонять. Теперь он после прогрева работает отлично. Снял пыльник с сальника. Ну, вот эту крышку резиновая, вот такая пластиковая. Значит, что хочу показать здесь. Это вся смазка, которая есть в подшипнике. Ну, как-то есть маловато ей. Сейчас немножко добавим. Продолжение следует... Так, что у нас на той стороне? Ну, здесь как-то побогаче. Продолжение следует... Мне на это ушло где-то около часа, а то и час тридцать приблизительно. Чтобы его снять, нужно здесь почти пол мотоцикла разобрать. Нужно будет снять крыло. Потом здесь есть такой бардачок, который вообще неизвестно, как его на заводе устанавливали. Ну, по-хорошему здесь надо снять и маятник. Но это просто полный пипец. И колесо, и цепь, и вот эти вот крышки нужно будет открутить. Рама-то неразборная, но чтобы бачок вот этот достать, он находится, ну, как вам показать, ну, вот там вот внизу, вот под этой черной фиговиной. И это вообще полная жесть, чтобы его оттуда вытащить. И ради чего? Чтобы его просто промыть. Потому что внутри очень много грязи. И вот здесь у нас немного поврежден кончик вот этот, куда шланг одевается. Я уже хотел вот это все бросить, промыть его так хотя бы сверху, залить водой. Но думаю, ладно, все-таки я его вытащу. Я его вытащил. Заливаем расширительный бачок-антифриз. Здесь у нас есть стрелочка. Примерно по одному делению. То есть вот оно, вот это деление внизу. До самой стрелки. Так, теперь у нас тут еще есть место, где нужно посмотреть это все. Вон туда немножко пролил, но ничего страшного. То есть у нас тут есть тоже деление. Верхнее и нижнее. Вот нам надо налить по самую верхнюю. Верхнее. Углайн. Сbijас! Итак, что было сделано по ремонту Хонды Магна 250? То есть перебрали всю вилку, от и до заменяли сальники, масло, поменяли масло в двигателе, заменили воздушный фильтр, также и масляный тоже, поставили новые свечи, промыл я корбы, тщательно два раза пришлось отмывать, с первого раза не достиг того эффекта, что хотелось бы, отсинхронил карбюраторы, кстати, можете посмотреть первую серию, там было все про синхрон карбюраторов, чистку и так далее посвящено. Также поменяли цепь приводную, устранили прокол заднего колеса, конечно, не поменяли демпферные резинки, но они у нас как бы в дороге, в дальнейшем поменяем. Вот вкратце вот такой вот у нас ремонт Хонды Магна 250, если вам было это интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok